Всем здрасте! Всем привет! Мы очень скоро вот таким очень интересным квартетом будем выбирать из вас, из стартапов, те самые звездочки, те самые алматики, которые сделают на небосклоне всей нашей планеты очень крутые и очень интересные идеи воплотят жизнь. И давайте посмотрим на каждого из нас во первых представимся и скажем, чего мы именно от вас ждем. С вашего позволения мы начнем с девушек Анна Хохлова. Вам слово. Здравствуйте, меня зовут Анна Хохлова, фонд Инмарк. Мы хотим отобрать лучшие проекты, помочь маршрутизироваться в направлении получения государственных субсидий. Это средства различных грантов от различных фондов. Хотим отобрать перспективные проекты и помочь пройти вот эту дорогу до денег. Мы еще маленькая. Пожалуйста, подскажитесь, какого и какой именно фонд? Вы точно представляете, а куда готовы стартапы завести, чтобы у людей было понимание и какого типа стартапов вы смотрите? Нас интересуют стартапы с IT-ядром и те фонды, куда мы направляем наши проекты. Это фонд содействия инновациям, так называемый фонд Бортника, это Сколково, это российский фонд поддержки интернет-проектов. Вот, собственно, все. Лена, повтори. Повтори мой слово, пожалуйста. Спасибо огромное. Идем к нашей следующей. Человек, который будет выбирать, это тоже прекрасная дама Елена Кулибанина. Елена, пожалуйста, вам два слова о себе и какой фонд вы представляете и какого типа стартапа вам нужны. Да, всем, всех приветствую. Меня зовут Елена Кулибабина. Я являюсь генеральным директором Inmark фонда и партнером Анны Хохловой. Мы с ней обе основательницы этого фонда и наша задача это помочь вам привлечь деньги на развитие вашего бизнеса. Как сказала Аня, мы работаем с технологическими фондами, такими как Сколково, такими как Бортника, а также работаем с субсидиями и кэшбэками со стороны московского инновационного кластера. Но, наверное, самое интересное для вас, то, что мы можем рассказать, это про гранты. Гранты могут быть на уровне старта, то есть на уровне вашей идеи, когда деньги найти сложнее всего, да, и мы идем принципом трех F. Это Family, Friends, Fools, то есть семья, друзья, дураки. Но есть еще и гранты. Грант это старт один, например, когда у вас есть идея, и вы готовы ее уже представлять, и есть научное обоснование, а мы вам с этим поможем. Вот, ну, а для тех проектов, которые более уже развиты, уже прошли стадию MVP, да, мы можем предложить старт, не старт, а программу развития. Программа развития, она уже более серьезная, она предполагает привлечение денежных средств в размере до 20 миллионов рублей, например, в фонде Бортника. У каждого фонда есть свои программы, об этом мы поговорим подробнее во время нашей с вами встречи. Так что, welcome, ждем. Спасибо огромное. Андрей Бенгерец, расскажи, пожалуйста, о себе, чего ты ждешь? Сереж, жду хорошие стартапы, у которых есть нормальный, понятный Product Market Fit, когда они уже на начальном этапе проверяют свои гипотезы, которые, вероятно, им уже приносят определенные деньги. Представлять буду несколько Family Office из Швейцарии, и, соответственно, ну, я представляю Neuronics, в принципе, как компанию, которая сейчас активно работает на рынке и помогает молодым стартапам достигать определенного успеха. Мне очень интересно, спасибо, девочки, за информацию, которую вы предоставите. Во-первых, я считаю, что для нашего пула стартапов это будет интересно, о том, что можно получить определенного рода субсидии, помощь от нашего государства. Это было бы здорово, потому что на ранних стадиях, на ранних стадиях MVP, доработки и разработки продукта, пока он проходит там всю историю, связанную с собой, пока он не дошел до рынка, эти деньги для наших стартапов очень нужны. И поэтому мы, я думаю, что мы отберем два-три стартапа, с которыми, ну, вероятно, кто-то из нас станет ментором, а кто-то из нас окажет, ну, действительно реальную поддержку и с точки зрения тех технологий, с точки зрения тех отраслей найдет для себя определенных инвесторов и фондов. Спасибо огромное. Два слова скажу о себе. Я Сергей Симонцян. Я очень долго в этом, можно сказать, телевизоре очень долго был среди мероприятий, которые устраивал. Наверное, вы знаете, что я переживаю за стартапы, прям безумно переживаю за стартапы. Я очень хочу, чтобы у них получилось. Знаете, есть очень тонкий момент. У инвестора, у стартапа только единственный путь не разругаться. Это заработать вместе денег, потому что если там случится что-то другое, скорее всего, у них не получится. И моя большая боль, это с помощью тех людей, которых я знал лично, это с помощью моего нетворка, который, как говорят люди, networking matters, и с помощью тех людей, которые готовы, для которых я готовому говорить, чтобы они помогли вам лично и в плане денег, и в плане компетенций, и в плане своих возможностей, наверное, мы попробуем чего-то добиться. Конечно, есть свои критерии. Я не беру всех. Мне сначала нужно чуточку понравиться, чтобы с вами как человеке поработал. А второе, наверное, вы должны прийти с некой идеей, которую сможете сделать именно вы. Не кто-то за вас, не какому-то мы дадим денег, а именно вы. И вот именно вас, именно таких людей, мы хотим видеть на нашем этом интересном вечере. Коллеги, я хотел бы немножко сократить еще раз разговор, маленький вам вопросик. Не то чтобы пожелание, а какое, так сказать, мы рассказали, чего мы ждем, а чего мы готовы отдать. То есть, чего мы готовы были бы предложить. Потому что очень важно для людей, знаете, мы все такие немножко эгоисты, которые, а чего мы можем с этого получить? Пожалуйста, каждый из вас. Вот я вижу, Елена Кулибанова уже так смеется. Наверное, она знает, чего может такого интересного. Елена, с вашего позволения, от вас слово, у вас такой красивый вид. Я прям мечтаю об этом море, но все-таки мы уже там оказались. Мы готовы в эфире нашего ивента пробрифовать самые интересные стартапы и дать им дорожную карту, маршрутизировать их, подарить им, так сказать, стратегию привлечения, финансирования в их проектах. Вот это очень интересно. То есть, вы готовы их направить и показать там, где возможно лежать день. Это очень важно. Да, дорогие стартапы. Анна Хохлова, подскажите, пожалуйста, что можно от вас ожидать? Ну, собственно, также экспертизу проектов, те, которые согласятся на разбор в прямом эфире, экспертизу проектов и маршрутизацию к деньгам совместно с Еленой. Можно я добавлю? Аня сейчас немножечко скромничает. На самом деле, у нее очень креативный всегда подход к решению самых сложных вопросов. Поэтому ее консультация – это просто подарок свыше судьбы. Понятненько, понятненько. Это очень приятно. Очень приятно. Андрей, я знаю, что ты ментор. И много стартапов уже через тебя прошло. Я прекрасно вижу, каким образом ты их вдохновляешь. Может быть, чего-то еще. Я не знал, что ты можешь за этим людям. Потому что у тебя такое довольно сегодня интересное такое. Хотел сказать. Да, короче, хочется от тебя такой энергетики. Ах, Сереж, закрыли раунд по одному из стартапов. Поэтому радуюсь. Деньги радуюсь ребятам, которые сейчас с новым вдохновлением идут вперед. И, собственно говоря, у них новые горизонты. Они молодцы. Сереж, да я могу быть полезен только двумя вещами. Это первым. Даже, наверное, одной глобальной. Я много времени тратил на профессиональный нетворкинг. Ты знаешь, мы два года, собственно говоря, в одних и тех же местах по всему миру и так далее. Но чем я сейчас думаю, чем я прокачался, это, наверное, технологиями. Сереж, технологиями коммуникации, технологиями поиска этих отраслевых инвесторов, установлением контакта с этими отраслевыми инвесторами. Ну и, собственно говоря, я полезен тем, что я могу и знаю, как и кому пропичить стартап. То есть и в зависимости уже от этой истории, после того, когда мы его пропичиваем, мы его подготавливаем, мы смотрим. Уже после этого можно делать какие-то выводы. Если стартап способен, наверное, даже больше энергетически, да, и он готов уже получить эти инвестиции, вероятно, он их получит. Но подчеркиваю, что мне не интересны стартапы, которые на стадии формирования MVP. К сожалению, это вопрос энергетики фаундера и команды, которые с ним реализуются. Мне интересны стартапы с четким, понятным продукт-маркет-фит, с осязаемыми и понятными клиентами, да, структурированными. То есть такие стартапы, мы понимаем и знаем, что с ними делать. Все, что немножечко раньше, это, наверное, проангельские инвестиции, и, наверное, это больше к девочкам, к помощи, к субсидиям, которые они могут получить на английской стадии для того, чтобы проверить свои гипотезы. Спасибо огромное. Что я чувствую, что я вижу вот в этом нашем квартете, в котором, во всяком случае, с которым мы начались и с которым мы пойдем дальше. Это два крупных фонда в виде грантов, в виде взятия на борт, в виде акселераторов, которые могут, я имею в виду наши прекрасные дамы, Андрей, который ментор, и я тоже такой ментор плюс инвестор. Нам очень интересны, вменяемые люди. Друзья, всем кажется, что, знаете, никто не готов друг другу помогать, никто никому не тесен, и только деньги решают что-то. Я имею в виду их наличие, за что-то купить дальше. Я вам скажу честно, это не работает. Работают всегда человеческие отношения, работают всегда открытость к другу, работает честность и понимание, за что ты все это делаешь, а людей правильных мы с вами, то есть мы, вот находящиеся тут, найдем. Они существуют, и инструменты эти есть в руках. Коллеги, мы встречаемся 21 июля в 17.00 по Москве этим звездным составом и работаем именно для вас. И очень просимся вам подготовиться и быть на острее прогресса. Увидимся, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok